всем привет сейчас хотел рассказать про такую тузу которая называется силинг это интерпретатор c++ то есть можно писать код также как питоне и такой интерпретатор который является в рапером над компилятором селанг и использовать компилятор но смотрим простенький hello world это как обычно на c++ код первая строка мы идем файл потом мы попытаемся ввести строку и вот наша строках hello world то есть это как обычный c++ код только немножко компилирует а можно сразу и выполнять как насчет переменных спустим нам нужно ввести значение переменных то же самое пишем и ну не ходим и на стринг присваиваем стринге какое-то значение и спичем название переменной и видим в аутпуте тип переменной и значение это переменной и сам нужно заэнкудить какой-то файл который не является системным мы используем ключевое слово . и мы шоем указаем директорию и чтобы получить список всех откуда пищем . а и вот видим в конце что у нас добавился начинку тфайл и и потом пишем а код который мы идем кодем этот наши наши хедер ну и используем вот в том хайтере у нас обычный класс сейчас покажу вот в директоре где хранится этот класс и сам сам текст текущего код текущего хедера вот как видно у нас один класс одной функции которая выполняет добавление двух переменных ну собственно вызываем эту эту функцию и нас как раз вы записываем результат переменной и выходим в значение переменной это у нас int и значение 3 как насчет библиотеки которые нужно прелинковать допустим нам нужно применять теку с потоками мы пишем ключевое слово . и берем и находим хедер хотим получить какой-то отличник текущего по кода текущего потока и вывести значение насчет exception как они работают то есть у нас например какая-то функция который есть exception и если это не какой-то std exception будет в аутбуке написано что какой-то exception случился если мы используем std exception то мы это видно что она перехвачивает std exception и у нас есть текст сообщения как указать стандарт для этого интерпретра ну и напомню что это на связи с врагером над силангом и указываем такие самые переменные как и силанга при запуске селинга мы указываем что мы используем c++17 и пытаемся за вот пытаемся как раз заинкудить файл который используется фичей c++17 то есть у нас есть хедер там класс который там есть шаблоны всякие автоматическая определенно типа возвращаемого функции и как видно все сработало и получили результат как насчет классов которые разбиты на два файла то есть у нас есть хедер и у нас есть cpp файл мы их хедер инкудим с помощью мой с помощью .i и указываем файл cpp как линковый как объект который нужно прилинковать с помощью точки l и как видно все заработано создали класс вызвали метод и получили значение этого метода то еще напомню если мы вызываем функцию без .cpp то мы можем получить значение этой функции возвращаем значение функции предыдущие примеры примеры были это в одну линию но как правило кто не пишет огромный тело функции в одну строчку у этого интерпретатора есть автоматическое определение то что нужно переходить на новую строку то есть когда у нас идет открытие скобки в начале строки пишется знак вопроса и это означает что можно писать несколько функций как несколько строк и он автоматически закрывает то есть после закрытой скобки он автоматически закрывает и можно писать код в одну строчку вот здесь как раз есть вызов функции и получаем значение этой функции ну а теперь перейдем к таким более реальным примером то есть например у нас есть мы хотим написать какую-то гуишку не каждый раз я не компилить в принципе это возможно то есть я привел пример как можно использовать Qt с учетом того как у меня настроен Qt и где у меня установлены то есть нужно при запуске указать все файлы которые нужно заинкудить и какие библиотеки нужно использовать для конкретного примера и как видно у нас получилось Qt application в принципе у меня все есть кого-то вопросы я так понимаю нет всем спасибо за внимание а я есть 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 Продолжение следует...